Привет, друзья! В этом видео-мастер-классе я покажу вам, как сделать вот такую вот крупную белую хризантему. Желаю вам приятного просмотра! Итак, вначале, как обычно, я хотела бы показать, каким бисером я буду пользоваться. Это бисер номер 12 или 2,5 мм, матовый. Зеленый мне потребуется для листов. Потом основной цвет. И так как я решила делать хризантему белой, то, конечно же, мне потребуется белый бисер. И для серединки, совсем-совсем немножко, мне потребуется вот такого оливкового. В общем, цвет должен быть не слишком броским, не ярко-зеленым каким-то, а вот таким приглушенным, слегка заметно зеленым. Приступим к самому цветку. Всего хризантема будет состоять из 11 уровней. И только для первого уровня я отрезаю кусочек проволоки. Проволока 0,37 мм, стальная, равная 30 см. Сначала я набираю несколько оливковых бисерин. И под несколько я подразумеваю 1-2-3 штучки. Вот так. Затем я набираю белый бисер. И тут его длина должна быть около 1 см. Можно чуть-чуть меньше. И затем снова несколько оливковых бисерин. Общая длина вот этого набранного кусочка должна быть 1,5 см. Лишние бисерины я снимаю. Затем, отступив от края около 5-7 см, я накладываю проволочки друг на дружку. И делаю из них петельку. Скручиваю эту петельку 5 раз. Вся хризантема будет состоять из вот таких петелек на вот таких вот длинных ножках. Только, конечно же, длина петелек будет всегда меняться. Теперь рядышком я делаю еще 4 такие же петельки. Они могут быть с несколькими зелеными бисеринами. Могут эти зеленые бисерины доходить чуть-чуть даже выше. В общем, по-разному. Но всего мне надо 5 штучек. В следующий раз, когда я скручиваю петельки, я отступаю, делаю вот такой вот отступ от уже образовавшейся петельки, вот от этой ножки. Это я делаю для того, чтобы мне хватило снова проволоки на еще одну ножку. Не забываем о том, что длина это не обычная такая, как я обычно делаю 2 витка, а тут аж 5 витков надо. Затем я скручиваю 2 проволочки вместе. Затем я сжимаю все петельки вместе. И формирую вот такую вот маленькую серединку. Это будет первый уровень. Он состоит из 5 петелек. И каждая петелька по 1,5 см. Затем идет второй ряд. И второй ряд выглядит вот таким вот образом. Это просто белые петельки. Делаются они немножко по-другому. В этом случае я уже не отрезаю проволоку от мотка. Я просто набираю на нее бисер. Можете воспользоваться спиннером. В общем, как вам удобно, просто набираем бисер. Скажем, я набрала метр, 2 метра бисера на проволоку. Затем я делаю следующее. Линейка мне нужна. Я отмеряю 3 см бисера. Отступаю от края около 7-10 см. Скручиваю из этих 3 см одну петельку. Как обычно, 5 оборотов. 4-5. Рядышком делаю следующие петельки. Всего у меня должно получиться 14 штучек. В конце они выглядят вот таким вот образом. На что тут надо обратить внимание. Я делаю длинные ножки для того, чтобы расстояние между этими ножками было как можно меньше. Вот оно такое вот маленькое, узенькое. Если я еще скручу 2 проволочки вместе, а их я сейчас скручу. И видно, что этот круг такой узенький, маленький. И когда я буду одевать следующие ряды с такими же узкими кругами, они будут держать друг дружку. И хризантема будет сама по себе иметь такую красивую, ровную, шарообразную форму. Если же у меня тут будет очень широкое расстояние или ножки будут коротенькие, петельки не поместятся все друг возле дружки. И получится либо такая скудненькая хризантема, либо она будет, конечно же, разваливаться. Поэтому ножки делаем всегда длинные. 5, можно даже 6 оборотов. И заканчиваются они там, где другие начинаются. То есть рядышком друг возле дружки. Это был второй ряд. 3 см. петельки 14 штук. Третий ряд. Петельки по 4 см. 18 штук. Четвертый ряд. Петельки по 5 см. 20 штук. Пятый ряд. Петельки по 6 см. также 20 штук. Шестой ряд. Петельки по 7 см. 15 штук. Седьмой ряд. Петельки по 8 см. также 15 штук. Восьмой ряд. Тут петельки уже по 9 см. 16 штук. Девятый ряд. Это самые длинные петельки. 10 см. и их 18-16 штук. Дальше петельки идут на убывание. Это будет 10 ряд. 9 см. 15 штук. И последний, заключительный, 11 ряд. 8 см. 15 штук. После того, как вы просто скрутили петельки, они у вас выглядят примерно вот таким вот образом. Дальше вы должны им придать просто вот такую вот красивую форму. Я их вот так вот выгибаю. Придаю им форму, такую, которую я хочу. Дальше я делаю вот такие лохматые листики. И эти листья будут трех размеров. Вот самый маленький. И на его примере я покажу, как сделать все остальные. Для начала мне потребуется основа. Это кусочек проволоки длиной 10-15 см. И рабочая проволока длиною 60 см. Я соединяю эти проволочки примерно посередине основы. Просто скручиваю их. На рабочую проволоку я набираю около 10 см бисера. На основу я собираю 3 см бисера. Затем я делаю один оборот вокруг основы. И этот ряд должен быть остренький сверху и снизу. Поэтому бисер с основы я поднимаю немножко наверх. Бисер с рабочей проволоки опускаю в самый низ. Затем опускаю бисер с основы снова вниз. На его место. Но внизу самая нижняя бисерина это бисерина с рабочей проволоки. То есть вот той проволоки, где много-много бисера набрано. Далее я выравниваю проволочки. Так, чтобы ряды были ровненькие. Поднимаю рабочую проволоку наверх. И делаю один оборот вокруг основы. Этот оборот я делаю под углом 30-45 градусов. Обернула. И отвела проволоку вниз. Как вы видите, верхняя бисерина это с новой стороны. С той стороны, которую мы сейчас делаем. Она наверху и придает такую форму остренькую. Как раз то, что нам надо. Внизу я делаю снова один оборот. Точно под таким же углом. Раз. Образую острый ряд. Поднимаю проволоку вверх. Отмеряю от верха, от самой верхней бисерины полтора сантиметра. Вот отсюда полтора сантиметра. Это будет здесь. Вот до этих пор на проволоке должен быть бисер. На новой, на рабочей проволоке. Далее нет. Все, что лишнее, я снимаю. Затем провожу проволочку между наружным рядом и серединкой. Снизу вверх. Снова выравниваю ряды. Ряды, в общем-то, я всегда выравниваю, как только вижу, что они начинают как-то коситься в разные стороны. Проволочку вывожу наизнанку там, наружу там, где уже больше нет бисера. Вот здесь. Просто между бисеринами провела. Теперь набираю снова около 10 сантиметров бисера. Подвожу бисер к самому началу. И загибаю проволоку где-то вот на расстоянии 1 сантиметр. Согнула. И отвожу проволоку снова вниз к основе. Сделаю, делаю здесь вот такой виток. Проволока у меня оказывается теперь с другой стороны. И с этой, и с другой стороны я снова делаю то же самое. Эти отступы с такими вот пушистыми листиками, мохнатыми, могут быть как симметричны, так и асимметричны. Но первое расстояние это около полтора сантиметра. Теперь для второго отступа я отмеряю 1 сантиметр вниз. И отмеряю я его уже вот от того места, где я выводила проволочку. Так, 1 сантиметр приблизительно это вот здесь. Значит, до этих пор должен быть бисер. Выше уже нет. Снимаем все лишнее. Проводим проволоку снова снизу вверх. Между последним и предпоследним рядом. Выводим проволочку и делаем еще точно такой же отступ. Когда я делаю последний ряд, я провожу проволоку уже снизу вверх, то есть под низом основы прохожу. Для того, чтобы попасть в те же самые витки, которые тут уже есть. И это придаст стабильности листику. Для того, чтобы сделать его еще более стабильным, я его скручиваю плоскогубцами. Дальше, вот эту длинную проволоку я загибаю наизнанку, а изнанка там, где видны проволоки. Отрезаю этот длинный хвостик, оставляю только 3-4 миллиметра проволоки. И затем ногтем загибаю ее вот так. Затем я прижимаю обе части вот так немножко друг к дружке. И отвожу вот эти вот лохматенькие части немного в стороны. Это был самый маленький листик. На его основе 3 сантиметра, один ряд вокруг основы и два отступа. Для него я беру проволоку 50-60 сантиметров, рабочую проволоку. Далее второй по размерам листик. Он вот такой. На основе 3 сантиметра, вокруг основы один ряд. Уже 3 отступа и для него я беру проволоку 70 сантиметров. Самый крупный лист выглядит вот таким вот образом. У него на основе 4 сантиметра, один ряд вокруг основы, 3 отступа. И для него мне нужно 85 сантиметров проволоки. Также мне еще надо сделать чашелистики. И чашелистики делаются точно по такому же принципу, как и сами листья, которые мы только что сделали, только они намного меньше. На основе у них 2 сантиметра, один полный ряд вокруг основы и один отступ. Для такого чашелистика я брала рабочую проволоку длиной 30 сантиметров. Я сделала 4 таких и один вот такой вот маленький. Это только серединка. Все детали готовы. Можем приступить к сборке цветка. Относительно сборки проволоки я скручиваю только у первого яруса и у второго яруса. Я замыкаю все петельки в круг. Все остальные я оставляю вот так, как они есть. Их я буду уже прикручивать непосредственно к самому стебельку. Для стебелька я взяла вот такую вот толстую оцинкованную проволоку. У нее диаметр, наверное, даже 3 миллиметра. Достаточно такая толстая и стабильная проволока. Как раз то, что надо, чтобы выдержать весь бутон. Все детальки я буду прикручивать сначала нитками, а затем покрою всю видимую часть стебля флорлентой. Продолжение следует... Первых два яруса я соединила таким образом. Я просто вставила первый ярус во второй и затем присоединила их к основе, к стебельку. Далее все остальные ярусы я буду просто вот так вот открывать, вставлять в них уже готовые части и тут соединять проволочки вместе, конечно же, плоскогубцами, чтобы все это было стабильнее и прочнее. И затем нитками приматывать к основе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok До сих пор я привязывала все уровни, теперь я беру чашелистики и изнаночной стороной я привязываю их к цветку. Мне осталось прикрутить только листья. У меня будет всего три маленьких листика, один такой среднего размера и три самых больших. Еще я хочу соединить самый крупный лист с самым маленьким и вот такой вот как бы двойной лист прикрутить уже в самом низу. Теперь мне осталось покрыть весь стебелек флор-лентой. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok И в готовом варианте мой цветок выглядит вот таким вот образом, совсем немножко заметна такая вот салатовенькая серединка, то есть как показатель того, что цветок совсем-совсем скоро полностью расцветет и будет вас радовать. На этом все, спасибо за внимание, пока-пока!